Работа с натурой, как вы убедились, достаточно сложная, достаточно тяжёлая. Поэтому давайте мы сейчас немножко от натуры отдохнём. И задание следующее у нас вот было. Мы будем порисовать стилизованных живых, стилизованных зверей. И первое задание на ваше усмотрение. Какого зверя или зверя вы хотели нарисовать? Ради Бога. Ради Бога. Слон очень, не просто сложный, а очень сложный рисунок. Ну, хорошо, пробуйте слонок. Что у вас получится. А потом я попробую вам показать общие принципы стилизации изображения животных. Вот как, в принципе, не точные антонические или зоологические рисунки. А вот вам надо передать впечатление от образа кошки, от образа собаки. Сказать, какой у них характер. Или заяц. Или там, я не знаю, кто же самый с ним. Вот попробуем немножко разобраться. Но для начала, попробуйте сами, по своему желанию, каждый по своему желанию, сделать парочку рисунков разных животных. Ну, либо один, либо один, да? Ну, уж тогда достаточно крупный. Ну, и как вам будет представляться, хорошо проработано. В смысле, рисунок классно или стилизованно? Нет, просто, просто. И как хотим, да? Как хотим. Как хотим. Стерилизация, это уж не обязательно сведение к простым полу. Есть огромное количество разности стилизации. И делайте очень многое петуховое. Вы опять лапка вот такого размера. Нужен микроскоп, чтобы рассмотреть. Давайте вам покрупнее. А сверху свою сломать привернем. Нормальный слом. Так. Ну, чуть позже попробуем с вами разобраться. А как можно немножко, и что можно немножко поменять? Для того, чтобы сделать рисунок более выразительной. У вашего объекта вот такие углы могут быть, если не могут. Если уж решите, что вы любите, то будьте добры, все ли не плавные. А иначе у вас образ в любом зону чуть не получает. Где? А это взрослая толстая или молодая? Или вообще от него очень не образуется. Нет, понятно, что это. А можно срисовывать на все экраны? А вот это очень неинтересно было. Это не упражнение, когда вы пробуете перерисовать. Одно дело натура, а другое дело линии, которое создало уже другой человек. Нет, которое я только перерисовал. А, ну можно, конечно, но это такое странное упражнение. Нет. А попробуйте сами. А это как-то учиться рисовать на пенетизме, делать ли все его творение рисунок. Ну, на самых первых шагах, да, это может быть полезно. На самом деле, просто для того, чтобы перестать бояться карандашов и бумаги. Несколько потрясающих шедевров. Сейчас. Ну что, более-менее завершились, я смотрю. Давайте немножко толку. Ну, во-первых, я не знаю, сколько раз вам надо говорить, значит, для того, чтобы вы поняли одну простую вещь. Большинство из вас все-таки начинает с какой-то маленькой одной детали. Нарисовал нос, а дальше к носу пристраивал уже всего зверя. Или нарисовал копыта, и от копыта пошло все остальное. Ну, по идее, так тоже можно. Ну, в этом случае вы почти наверняка будете, ну, даже не в том дело, что вы брать пропорции. Вы целого рисунка сразу для себя не видите, когда начинаете с этой детали. Советую вам, наметьте сначала главные линии, с которых вообще все будет сделано. Рисуйте птицу, рисуйте, отлично. Ну, он как Володь, где там танцующий журавль. Он у вас с открытой крыльями, да? Открытая кровь. Причем сложный рапорт, ноги направленные на зрителя, все слабо. Вот посмотрите, я главные линии набросал, теперь можно что сделать? Можно посмотреть. А мне хочется именно такую длину на раке журавль сделать. Есть у меня вот такая шея и вот такую. После того, как главные линии есть, дальше уже нужно все, что угодно, приделывать, отрабатывать. Все, все детали. Но если я начал вот так с нами, я же еще не вижу всего остального. А когда вы будете деться рисовать, то уже забыли много. Так что, в общем-то, лучший результат был у людей, которые сначала намечают общую линию, а только после этого приходят детали. Вторая шея, здесь вы рисуете четвероногого зверя. Вот все, кто рисовал собак, лошадей и так далее, идущих в визбу. Ну, прежде всего, рождена серия собак с выпуклой попой, с развитой ягодичной мышцей. Значит, ребят, мы же с вами разбирали это дело. Почему, собственно, у человека ягодичные мышцы настолько разные? Вот у нас с вами задняя линия спины, да, линия спины, действительно будет носить очень характерную. Повторяю, изгибы позвоночника. И у нас обязательно вот эта выпуклась, конечно, в гараж. А у животных есть или нет? Нет. А почему нет? То, что она плохо разит, потому что им плохо разит. А не надо, чтобы одежда выхвала? Ну, конечно. Эта мышца делает важнейшую для нашего тела работу. Эта мышца отводит ногу назад. Вот эта работа. То есть она работает каждый раз, когда вы шагаете. Ведь при этом вы отводите ногу назад. Так? Именно за счет этого ее вперед проходят. А уж тем более, когда вы бежите и прыгаете. Силы этой мышцы у человека огромные. Так? А у любого четвероного зверя, сколько ли задней конечности толкают его вперед? Еще и передняя. Еще и передняя. То есть эта работа делается не парой мышц, а четырьмя как минимум. На самом деле реальность, это в реальности их намного больше. Так? Паре, ну, не бывает такого. И это один из возможных приемов для того, чтобы сделать такого карикатурного зверя. Приблизить образ зверя к образу человека. Взять и придать какие-нибудь такие черты, которых в животных не бывает, характерны для человека. Ну, допустим, представьте себе крокодилу с мягкими выпуклыми губами. Ну, на самом деле в какой-нибудь анимации, в каком-нибудь фильме вполне законный прием. Таким образом вы будете вносить какие-то черты в свой образ, которые, ну, реально крокодилу уж никак не присущи. Относительно у лошадей и собак и всех прочих. Вот посмотрите на ваши рисунки, как они сделаны. Вот сейчас я примерно такой воспроизведу, да? Что я в данном случае мне не очень интересую. Вот примерно так вылетите рисунок. Ну, а теперь на натуре мы же с вами разбираемся. Значит, чего не хватает. А вы понимаете, что у этого зверя нет локтевого сустава и нет коленок. Где у ушки коленок? Сверху. Вот тазобедренный, точка прикрепления ноги к столу. Ниже чуть-чуть. Короткое, достаточно, бедро. Вот колено. Вот колено. А вот это воленок, а вот дальше пошла стопа. Значит, в результате, если вы на вашем рисунке добавите вот такую линию, вот не так будете проводить, а сделаете волк, вот так, то это будет существенно ближе уже к нормальному усилию. Теперь, как жаднее линия, то есть с самой ноги? Вот если это у вас бедро, но все-таки вот так направлено, а значит, линия пойдет вот так и только после суда. Вот скакает он сюда, а дальше? А дальше в какую сторону сгибается копыта? Вот в этом. Вперед он не может выгнуться. Ведь это же палец. Представьте, вы встали вот так на пальце, может ли вы вот эту палангу вывернуть вперед? Нет. А подогнуть к ладуне? Да. Вот так копыта может согнуться. Хорошо. Теперь разбираемся с перейдем на пальце. Вообще-то локтевой сустав должен быть? Да. Да. Плечевой сустав, вот он. Лопатки у лошади очень крупные. Вот так, поднимающиеся. Почему такого размера? Огромные лопатки относительно к лопатке. А простая причина. У них нет ключиц. Лопатки – это единственные кости, которыми передняя конечность пришит к тему. И если площадка лопатка небольшая, что будет с лошадкой? Сложка. Сложка. У нее просто нет против сочи. А ведь на крючка на передней конечности во время скачки исключительно греха. Хорошо. Знаю, что. Вот на плечевой сустав. Дальше должен пойти какой отдел? От плечевого до лотерого сустава. Как называется? От отделки плечевого, совершенно верно. У лошадей коробкое плечевое, так же, как коробкое бедро. Вот. Вот так. А дальше? А дальше предплечье. Вот предплечье. А дальше что? А дальше кисти. У лошадей все хвости пястья и запястья сражаются, образовывая одну систему. А дальше? А дальше палец. Единственный центральный палец, на которого опора. В какую сторону он может гнуться? Вот сюда он может? Нет. Нет, не может. А вот сюда? Да. Итак, давайте смотрим, что будет. Получили вот сюда. Вот та линия, которую, если вы просто вот так рисуете ногу, вот эту линию вы не делаете, сразу проигрывает ваше изображение. Вот как. Вот как все начинается. Только после этого вот этого стаа. Бывает ли вот эта линия просто прямой или равномерно будет? Нет. Нет. И даже равномерно будет не бывает. Вот в этой части, давайте вот так вот пунктируем. Слева от этого пунктира, внутри тела лошади, что находится? Живот. Нет, извините. Это не живот, а субмонар. Нет. Субмонар. Субмонар. Грудная клетка. Ура. А здесь? А здесь что? А здесь ребер не таких. А, слава. Поэтому, это всегда двойная линия. У нее две кривизны. Вот кривизна грудной клетки, а вот кривизна живота. Живот может быть выпуклый, рельбовый. Но он, за редчайшими исключениями, не является продолжением вот этой линии. Потому что здесь ребер, здесь ребер. А здесь свободно висят внутренние опирающиеся мускулатуры брюшного кресла. Хорошо. Теперь, ты линейный спин. Вот для тех, кто хотя бы немножко ездил верхом, особенно если без сегуа, да? Значит, скажите, пожалуйста, где вообще в норме сидит всадник? Какую часть лошадиных спин? Вот здесь? Вот здесь? Вот здесь? Или вот здесь? Второй стеночке с этой стороны. Ага, здесь. Если весь сегу, то вот здесь. А почему здесь нельзя? Потому что там лопатка. А там лопатка. Это то, что называется холка. Уошка, да? Эта линия всегда приподняет. Вот так вот. А после нее может быть небольшой прогиб, и дальше кругом опять возвышение. Ну вот здесь обычно подкруга. И сегу, вот вот. Вот так вот. Так? То есть делать это просто одна прямая линия не стоит. Линия сложнее укропа. Ну, это очень так же линия груди. Обратите внимание, если здесь идет локтевой отдел, вот у вас передняя сторона локтевого отдела, а вот линия шеи. Шея ведь начинается между ногами, между передней ногами. Это понятно? Так что основание этой линии будет видно. И вот так отходит линия основания ноги. Ну, как там вот. Вторая нога. Вторая нога. Допустим, что-нибудь примерно так вот. Так. Хорошо. Ну, теперь давайте посмотрим. Ага. Володя, что в следующую секунду произойдет с вашим журавом? Упадет. Куда? Назад. Назад, конечно. Нет, в танце такого бывает. Можно ли поймать какой-нибудь момент танца, когда и человек, и животное находятся не в состоянии равновесия? Да. Совершенно запросто. Ну, когда идет съемка, и по кадрам разбираем, ну, то есть на долю секунды в движении это может быть. Хорошо, что вы это все это понимаете. Да? У вас такой... Кстати, когда вы делаете такой рисунок животного или человека, как по вашему, какая цель этим достигается? Если ваша фигура должна упасть. В движении чувствуется. Подчеркивается движение, конечно. Ощущение движения. А если вы рисуете устойчивую, стабильную фигуру, которая стоит, то наоборот усиливается ощущение покоя, уверенности, устойчивости. Боу. 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 Продолжение следует...